Привет, с вами Fashion TV и я, Оксана Соловьева. Сегодня журнал GQ вновь собирает всю светскую Москву для подведения итогов ежегодного конкурса 100 самых стильных мужчин. Артисты, музыканты, рестораторы и деятели искусства по традиции поборются за звание главного модника. Ну а мы с нетерпением будем ждать оглашения их имен. Артисты, здравствуйте. Стильный мужчина для вас, кто он? Умный мужчина, интеллигентный мужчина. Стиль, это не только внешний вид, это много чего и внутри. Стильный мужчина, мне кажется, это человек GQ, потому что GQ это первый журнал о стильных мужчинах. Сюша, стильный мужчина, кто для тебя? Мой любимый мужчина. Мне кажется, это скриптонит. Я думаю, что он не выиграет, но мне кажется, что он достоин на самом деле скриптонит. Это тот, на которого хочется равняться, в котором есть сексуальность, есть благородство, и который просто доставляет людям в том числе эстетическое наслаждение, когда ты на него смотришь. Я думаю, что этот мужчина обязательно должен быть в костюме. Я с ума схожу от мужчин в костюме, особенно когда они высокие, плечистые. Мне кажется, этот мужчина стильный. Это человек, который, прежде всего, живет в гармонии с самим собой. Он знает, чего он хочет, и все в связи с этим приходит, как вы знаете, в соответствии с этим самоощущением. Кто самый стильный мужчина? Крутой. Я, наверное, не буду оригинальной. Это Федор Бондарчук. Игорь Григорьев. Какими качествами должен обладать самый стильный мужчина? Чувством юмора, умом, красотой. Ну, красотой душевной больше, мужественностью, наверное. И он должен быть офигенный папа. Описала своего мужа, да? Ты поняла? Он должен быть современным, с чувством юмора и умным. Важно, чтобы он был умный, харизматичный. А важно, как он одевается? Вот если он будет одеваться небрежно. Вот мне сегодня все говорят про костюм. Это прекрасно, это прекрасно. Когда мужчина одевается небрежно, это значит, что он одевается правильно. Потому что выхолощенный мужчина, у которого волосок к волоску, знаете, все идеально отглажено, вызывает вопросы. Как раз женщина должна быть максимально элегантна, а мужчина должен быть такой немножко, знаете, раздолбай. В чем секрет стильного мужчины? Я считаю, очень важно мужчине понимать, в чем он хорошо выглядел, а в чем не очень. Кому-то костюмы идеально подходят по образу, а кто-то в них смотрится нелепо. Я считаю, правильно найти свой баланс. А что отличает наших российских мужчин от, не знаю, европейцев, американцев, может быть? Есть определенные отличия? Наши просто лучшие. Мне кажется, у европейцев есть врожденное чувство стиля, которое было приобретено годами, поколениями. То есть наши мужчины пока этому учатся. У наших мужчин большой потенциал, да. Просто понимаете, чтобы быть небрежно одетым и хорошо выглядеть, нужно быть, да, достаточно спортивным и поджарым. Тогда это все выглядит адекватно. У нас, наверное, раньше казалось, что мужчине выглядеть хорошо и стильно это не очень красиво. Слава Богу, сейчас все изменилось, и ухоженный красивый мужчина стал сейчас в топе. Сейчас уже это отличие все меньше, мне кажется. Наши мужчины молодцы, они набирают бомбические обороты и становятся невероятно модными, стильными, клевыми и очень харизматичными. Скажу честно, что те мужчины, которые здесь находятся, у них все в порядке. Правда. Я не думаю, что они чем-то отличаются. В целом, мне кажется, в Европе, в Америке чуть больше свободы в одежде. Но, опять же, у гостей сегодняшнего вечера с этим проблем нет никаких. Американцы вообще одеваться не умеют. Ой, ужас. Я только очередной раз был в Америке, очередной раз в этом убедился. Одеваются просто ужасно, чудовищно. Мы пришли на премию GQ, здесь очень много стильных мужчин. В Европе это как-то впитывается с молоком мамы, особенно итальянцы. Они все так прекрасно выглядят, шарфик завяжут. Мне кажется, они сейчас только учатся прилично одеваться, и журнал GQ им во всем этом помогает. Ну, наверное, в том, что они достаточно хорошо держат баланс и моды, и стиля, и как бы интеллектуальных данных. Мне кажется, российские мужчины еще не до конца научились следить за собой, да, и ухаживать. Поэтому все-таки, когда ты едешь в Америку или в Европу, ты сразу видишь, что мужчины там более ухоженные, чем в России, к сожалению. В чем успех журнала GQ? А потому что он верен себе и верен своим традициям, и верен своему читателю. Наверное, это самое главное. Он не разменивается и не хочет нравиться всем. В том, что он очень достойный, в том, что он актуальный, и это не меняется никогда. И в том, что у него есть душа. Ну, во-первых, потому что там мужчины. А потому что он на мужчинах, а мы любим мужчин. Ты знаешь, они, во-первых, у них все черно-белое, а черный цвет самый стильный. Ну, они классно подходят ко всему. Мне, вот смотри, какую тусовку они закатили прикольную. Нет, они молодцы. Мне очень нравится GQ, и я стараюсь посещать их мероприятия, если я в Москве. Потому что это самый классный журнал для мужчин. Я говорю это со знанием дела, потому что я сама в нем работала. Они верны себе, не изменяют у них статус, они держат удар, они не поддаются дешевому пиару, дешевым акциям. Они сохранили вес, поэтому они до сих пор такой эталон стиля, моды и красоты. Стиль – это способ заявить о себе, не говоря ни слова. И вечеринка GQ – яркое тому подтверждение. Несмотря на то, что вечер был посвящен мужчинам, блистали также и все московские модницы. С вами была Оксана Соловьева. С вами была Оксана Соловьева.